Итак, сегодня поговорим, как мы принимаем решение про рациональность и интуицию, с чем связана проблема выбора, почему мы застреваем в нерешительности, откуда берется страх ошибки и как с ним работать, принимать решение сердцем, всегда ли подходит такая рекомендация про выбор, прокрастинацию и правила пяти минут, какие решения можно принимать с помощью монетки, а какие нет. Здравствуйте, это программа «Под парашютом», и как всегда мы приветствуем в нашей студии гостя, эксперта, с которым мы будем разговаривать о принятии решений. Интересный вопрос, и мы сегодня об этом говорим с Александром Границей. Александр Граница. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии с курсами психиатрии, клинической психологии и медицинской генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Врач-психиатр, психотерапевт, клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт. Автор книги «Безумие ли? Как психиатры выставляют диагноз?» Автор книги «Тактика диспута. Когнитивно-поведенческий подход». Спикер научно-популярных лекториев. У Александра есть хобби. Он сочиняет и исполняет песни в стиле рок. Одна из его любимых цитат принадлежит перу древнеримского комедиографа Теренция. «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Здравствуйте, Александр. Действительно, заявленная нами тема невероятно актуальна в том смысле, что мы ежеминутно принимаем решение. Даже буквально от того, какую фразу мне сейчас сказать, я уже должна принять какое-то решение. Как мы делаем выбор? Какой используем инструментарий, если можно так выразиться, для того, чтобы этот выбор был для нас максимально правильным, эффективным? Что важно в выборе? Да, мне кажется, что когда мы принимаем какие-то решения, мы в основном совершаем лучший выбор из возможных. То есть когда в конечном счете какое-то решение принято, это самое аргументированное для нас в тех условиях. С этой точки зрения, кстати, довольно любопытно взглянуть на концепцию ошибок. То есть многие люди себя винят, критикуют за то, что они сделали какой-то неправильный выбор. И мне кажется, это не совсем заслуженно. Потому что в тот момент времени, если отмотать, то решение, которое было принято, оно оперировало лучшими данными для того момента времени. А когда мы оцениваем ретроспективно, оглядываясь назад, то тогда нам понятно, что это было не лучшее решение. Но нам это понятно только в той временной точке, когда мы уже получили последствия, когда мы узнали о результатах этого выбора. И, на мой взгляд, это не совсем корректно. Есть даже такой эффект, в психологии описано, называется эффект хинсайта, когда люди получают информацию о том, как дела шли. Им кажется, что в тот момент времени, когда это решение принимали, это было настолько же очевидно, как сейчас, когда они об этом узнали. И они начинают себя винить за это. Теоретически такую ситуацию можно представить, что у нас есть человек, который может на 10-15 лет вперёд просчитать то, что будет, и вот совершить как бы тот самый единственный правильный выбор? Нет, конечно, прогнозировать мы умеем. И, конечно, мы можем порой довольно успешно это делать. Более того, мы это делаем постоянно, ежесекундно, ежемоментно. Начиная от того, что я прогнозирую, где находится чашка, прежде чем потянуться рукой. То есть я неосознанно, я не знаю, как мой мозг это делает, но он это делает. И можно сказать, не глядя даже. Даже не глядя, да. Я могу себе дать команду, как рукам нужно сократиться, предвосхитив моё касание этой чашки. То есть мы постоянно этим пользуемся. Но в чём проблема? В том, что всё это остаётся вероятностью. То есть мы можем предсказать, как будут развиваться события, но мы никогда не скажем, как они точно будут, так сказать. Это всегда будет... Потому что это будущее, потому что это всегда вероятностно. Да, потому что это всегда вероятностно. С одной стороны, стоит полагаться на свои прогнозы, на такую трезвую оценку этих прогнозов, но, с другой стороны, не стоит считать, что они всегда дают стопроцентные гарантии. Не секрет, что есть... Ну, мы же сейчас даже не говорим про чашку, про то, что выбор каждую секунду действительно происходит. Но есть темы, в которых человек застревает, буквально застревает, идёт к психологу, потому что говорит, я не могу выбрать, я не понимаю, что мне нравится, туда мне идти. А какие-то темы, в принципе, тоже достаточно серьёзные, но тоже касающиеся отношений только с другими людьми. Они там тоже работают, но в другом немножко аспекте. Пролетают вот так вот, буквально на раз. Какие-то факторы общие, есть определённые ситуативные факторы. Под общими я имею в виду те факторы, которые формируют некую предрасположенность к совершению выбора. Например, предрасполагающим фактором может быть какая-нибудь личностная черта. Положим, оптимизм или пессимизм. Чем отличается пессимизм от оптимизма? При пессимизме в основном строятся негативные ожидания от будущего, что всё будет проходить неблагополучным образом. А при оптимизме, соответственно, позитивные ожидания. И вот эта личностная черта, она может влиять на то, как в итоге будут строиться прогнозы и ожидания. И некоторые могут застревать в этих негативных ожиданиях. Они постоянно пытаются продумать план B, C и так далее на случай, если произойдёт какой-то негативный прогноз. Ну, негативные события, да, они представляют себе. И, конечно, большую роль играет контекст самой ситуации. То есть, наверное, какие-то решения легче принимать, какие-то решения сложнее принимать. Ну, условно, что мне заказать, там, чай или кофе, это может быть не так значимо. Ну, почему это не так значимо? Ну, потому что последствия этого выбора, они такие уж серьёзные. Ну, максимум, что мне может сейчас не понравиться вкус. Но если речь идёт о каком-то решении с долгосрочными последствиями, например, где мне работать, с кем я буду проводить, там, большую часть своего домашнего времени в ближайшие 10 лет, или стоит ли мне лететь на самолёте или не стоит, потому что есть угроза жизни. Во всех этих случаях решение, так как цена ошибки высока, решиться может оказаться довольно сложно. Ну, и третий фактор, это, наверное, совсем ситуативно. Это, например, недавно произошедшие события, эмоциональное состояние. Вот про те же самолёты. Допустим, после падений самолёта, после какой-нибудь авиакатастрофы, сообщений в СМИ, у части людей возникает проблема с принятием решения, чтобы самим полететь. У них возрастает тревога. Дэниэль Каннеман называет это эвристикой доступности. Так как эта информация недавняя, то есть только-только человек об этом узнал, легко доступна она в сознании, эта информация, то такие события кажутся более вероятными. Хотя, допустим, месяца три до этого ничего не было, и когда он покупал билеты, никаких проблем не было. И он об этом даже забыл, не думал. Но вот только что появилось, и вот этот шлейф тревоги, опасности, он будет влиять на то, как человек будет дальше прогнозировать, и как он будет в итоге решаться. Эмоциональное состояние, ну, например, человек в тревоге будет менее решительным, скорее всего. Люди с депрессией, они зачастую обнаруживают, при умеренной или тяжелой депрессии, они обнаруживают ужасные сложности с принятием элементарных решений. Я говорил про чай или кофе, что это несложно, для них это становится сложным. Они приходят в магазин, и они не знают, что им купить. При некоторых психических расстройствах это существенно сказывается на жизни человека. Потому что за этим, за неспособностью принимать такие решения, за неспособностью прогнозировать последствия таких простых событий, идет очень глобальный неприятный вывод о собственной инвалидизации. в том смысле, что я не способен, я теряю способность справляться с жизнью. А это очень больно влияет на самооценку человека. Мы как-то с вами говорили, обсуждали, что обычно человек, когда принимает какое бы то ни было решение, он руководствуется рациональностью, то есть разумом, интуицией, либо тем и другим вместе связанным. Вот в этой части есть какое-то процентное, что ли, соотношение, что больше должно быть, или что правильно? Или как вот это уложить в том, чтобы все-таки эффективность выбора была максимальной? Ну, если говорить про количество решений, которые мы принимаем, то однозначно в пользу автоматических, ну, или интуитивных решений. Потому что большинство таких решений вообще проходят вне участия в сознательном контроле, и, в общем-то, он там не нужен. Лучше даже, чтобы там не было, чтобы не контролировали вот это все, вот это вот все, чашки, ложки, ручки и так далее, ноги где стоят, куда встать, следующий шаг на какую ступень. Да, когда на гитаре играю, тоже замечаю, что если начинаю задумываться о том, что там дальше сыграть, какую струну взять, то выходит как-то крив, кось, а стоит отвлечься на что-то, то как-то все само собой играется. Ну, не всегда, но все-таки. То есть я имею в виду, что большинство решений мы и так по умолчанию принимаем автоматизированно, интуитивно. Но здесь есть тоже разница. Часть этих интуитивных решений, она связана с, по сути, генетически детерминированными связями в мозге. То есть какие-то последовательности наших решений, они уже генетически детерминированы. Вот для зрителей, которые не знают, что такое детерминация. Ага. Ну, обусловлено генами. То есть, грубо говоря, это уже настройки по умолчанию. Ну, например, схвачу я что-нибудь горячее, мой мозг уже отреагирует на это тем, что я руку отдерну, и только спустя время я пойму, почему я принял это решение. Ну, как бы условно я. То есть это мой мозг принял это решение, может быть, даже не целиком, а какая-то... Без личности принятие решения, в котором личность не участвует. Сознание не участвует. Сознание, да. Да. Но вроде как это тоже я. Первый путь для таких автоматизированных решений это путь эволюции, которая уже пестовала эти связи на протяжении миллионов лет. и сделала их такими, потому что они помогают в большинстве случаев выживать. Часть таких, опять-таки, интуитивных решений, оно осуществляется благодаря нашему опыту, благодаря нашему обучению. То есть когда-то это требовало нашего сознательного контроля и усилий, но потом постепенно это автоматизировалось. Благодаря опыту. Да, благодаря обучению. Это повторялось снова и снова. И сейчас, когда мы эти решения принимаем, мы тоже не задумываемся. И так с значительной частью других решений в нашей жизни. Вот, например, у вас есть ручка, и, вероятно, вы умеете писать. Можно вспомнить, как это было мучительно в 6 или в 7 лет выписывать каждую буковку. Как ставили там плохие звездочки или что там, квадратики, треугольнички ставили в начальной школе за неправильно нарисованный символ. То есть это было мучительно и трудно. Но потом это стало настолько автоматизированным, что, принимая решение, как вам двигать рукой, вы уже даже об этом не задумываетесь. И я не задумываюсь. И так со многими компетенциями. Как водить машину. Это называется навык, который приобретается. У музыкантов, как играть аккорды, не задумывается. У музыкантов с лучшим слухом и талантом, чем у меня, даже в какой последовательности ноты брать. А если мы говорим, например, о журналистике, какие-то фразы, например, наверняка вы пишете уже на автомате, потому что они многократно повторялись. У меня, как у психотерапевта или психиатра, есть уже наметанный взгляд на то, на что стоит обратить внимание, когда я с человеком общаюсь. То есть я принимаю решение посмотреть на одно, второе, на третье и задать первый, второй, третий вопрос, зачастую тоже на автомате. То есть я думаю сознательно, я думаю о чем-то еще в этот момент, а задаю эти вопросы. И тем, кто, например, у меня учится на психологии, им каждый раз возникает, у них возникает вопрос, а как вы эти вопросы придумываете? Они что, у вас в голове списка? Да нет их у меня. Они сами по себе интуитивно рождаются, но потому что я их уже там задавал тысячу раз до этого. Это второй путь для интуитивных таких решений. Третий путь, это путь, когда решения интуитивные мы принимаем, но потому что наш мозг решил, что здесь не требуется сознательный контроль. Хотя он бы требовался по-хорошему. Например? Вам вопрос. Сколько животных каждого вида взял Моисей на ковчег? Пара, по паре каждого. Вот видите, сейчас ваш мозг решил, что не требуется сознательный контроль. Потому что вы, то есть принимая решение, что мне ответить в ответ на это, вы руководствовались уже знакомыми оборотами. Ну да, какое-то, да. Какое имя я назвал? Моисей. А кто построил ковчег? Да, Ноев. Да, вы с животными сработали, да? Вот это вот сколько? Ковчег, животные, да. А вы смешали два мифа в одно, или две истории библейских? Да, но смешал не я, а Канеман. Ну да. Это одна из... Интересно. Попалась. Одна из моих задач. Вот. И это демонстрирует, что решение мы можем принимать интуитивно, но по-хорошему там надо бы поконтролировать сознательно. Подумать. Но мозг вот выбрал, что в этом случае достаточно каких-то простых правил. А что там запариваться? Ну, там, ковчег есть, ковчег есть. Каждый тварь по паре есть, есть. Ну, все, я сейчас быстренько дам верный ответ. Другая группа решений, которые мы принимаем, это, соответственно, аналитическое решение. Оно произвольное, оно сознательное, оно последовательное. То есть мы от точки А четко идем к точке Б. Мы знаем все промежуточные звенья в принятии этих решений. И обычно это занимает чуть больше времени и чуть больше усилий на это может требоваться. Канюман это называл система 2. Другие это называют дискурсивным мышлением или аналитическим мышлением, как кому приятнее и удобнее. Или сознательным мышлением. Но по поводу того, принимаем ли мы все решения либо-либо, тоже, наверное, не совсем корректно. Многие рассматривают взаимосвязь между первым и вторым. Что в основе сознательно принятых решений тоже есть большой вклад каких-то скрытых интуитивных процессов. Когда мы размышляли по поводу Моисея и Ноя, вы ответили сначала абсолютно интуитивно, потом сознательно начали об этом думать. И после того, как сознательно подумали, то, что там Моисей с другими делами занимался, это пришло к вам в голову тоже спонтанно. Вы не принимали решение, чтобы Моисей появился. Просто сознание так застопорило, что-то здесь не то. И тут подкинула психика уже более корректный ответ. И уже когда она подкинула, ваше сознание в полной мере смогло соотнести. И у вас появилась улыбка, озарение, что я ошиблась, вы увидели очевидное противоречие между правильным ответом и тем, который вы дали тогда. И это вызвало у вас улыбку. Но для этого требуется рефлексия. Для этого необходимо, чтобы сознание замедлилось, задумывалось, правильно ли я принимаю решение, поискало другие варианты, сравнило их, и после этого уже выдало какой-то более взвешенный ответ. Что вы имеете в виду для зрителей наших? Что значит рефлексировать здесь? Рефлексия это как бы обращение внимания на те психические процессы, которые происходят в самом человеке. Ну, наверное, не совсем корректно я этот термин передаю, но другой синонимом тоже довольно популярный, это осознанность или внимательность. То есть это, по большому счету, внимание и сознание, обращенное на собственную психику. А рефлексия это можно рассмотреть, как решение начать это делать. Понятно. Показано, кстати, вот, что люди, склонные к рефлексии, они вот такие вот задачки наподобие Ной и Моисея, они проходят чуть-чуть лучше, более успешно с ними справляются, а не идут на поводу у первичных интуитивных решений. Это у тех, у кого есть опыт рефлексии, вы имеете в виду, да? Ну, кто чаще им пользуется. Понятно. Хорошо. Вот смотрите, еще, когда человек принимает решение, опять-таки, это имеет отношение, конечно, к опыту, но вот этот страх принятия неправильного решения, страх ошибки, он же имеет место быть в достаточно распространенном виде. Вот что с ним делать человеку, если он с ним сталкивается? Конечно, на это влияет множество разных фактов. Первое, это личностная черта, особенность человека. То есть есть люди более решительные, есть менее решительные. На языке прогнозирования, как бы это звучало, что такое решительный человек? Это человек, который при оценке вероятности разных событий, он склонен доверять, ну, наиб... То есть он не склонен искать улучшение этих прогнозов. Ему достаточно той картины, которую он получил. Ну, предположим, шанс, что я, не знаю, в Ригу, в лотерею, у меня, не знаю, 70%, что проиграю 30%. Ну, вполне достаточно. То есть он не будет стремиться, там, к 90-99%. А есть люди менее решительные с точки зрения, которых такое не устраивает, что они говорят, нет, вот 100%, вот мне нужно 100%. И тогда они будут перепроверять. Допустим, теперь они знают, что 80% успеха. Говорят, ну, нет, недостаточно, надо еще больше. Такие слегка перфекционисты в этом смысле. Все стремятся и стремятся. Почему там в том числе люди боятся на самолете летать, хотя... Я, кстати, тоже боюсь. Хотя это довольно безопасно делать. Говорят, самый безопасный вид транспорта. Да, вполне справедливо. По общей статистике транспорта вообще. Вполне справедливо об этом говорят. Но вероятность не 100%, что я долечу. Вероятность 99% и еще там куча девяток, но все равно кажется, что ставки слишком высоки. Там, жизнь. И тут, конечно, нужны только 100% гарантии, что я долечу. То есть есть люди, которые вот так смотрят на оценку вероятности. И поэтому они боятся ошибиться. Потому что не умеют действовать в условиях неопределенности. Неопределенности все-таки. Не умеют ее принимать. Что неопределенность в мире существует, и никуда ты от этого не денешься. Даже если тебе кажется, что есть какая-то определенность, где бы ты ни был, это ложь. Это неправда. Но 100% это тоже иллюзия. Да, ее никогда не достичь. Человек почему-то себя убеждает в том, что она есть. Что вот в его голове эти 100% так, все нормально, теперь я могу, да? Да, по большому счету совершает ошибку. Он думает, что 100%, а на деле их никогда не было 100%. Я пациентам часто такую аналогию привожу. Вы выходите из дома зимой. Вы думаете о том, что вам сосулька на голову упадет? Нет, не думаю. Но есть же случаи, когда падает. Да. Но почему не думаете об этом? А вот то, что другое произойдет, не менее маловероятно. Например, самолет упадет. Вы об этом думаете. Хотя ни того, ни другого с вами не происходило. Но вы знаете, что и там, и там есть вероятность. Но почему вам кажется, что сосулька не упадет? Ну, я верю, что она, скорее всего, не упадет. И вот это, конечно, удивительно. Это то, чем я занимаюсь в научном плане, по крайней мере. Мне очень хочется получить ответ на этот вопрос. Ровнемся к страху ошибок. То есть, может быть, на этот страх ошибок влияет личностные черты человека. Может быть, на страх ошибок влияет цена этой самой ошибки. То есть, последствия совершенного действия будут очень высоки. Может быть, может еще влиять такой фактор, как амбивалентность. Это когда есть два мотива. То есть, хочется одного, хочется другого. Трудно их различить субъективно между собой. Или есть две вероятности, они тоже кажутся примерно одинаковые. А у любого человека, который о чем-то задумается, хотя бы немного, всегда появится немного, но сомнений. Немного, но амбивалентности. Вопрос в том, сможет ли он в этих условиях все равно принимать решение, соглашаться с тем, что да, есть небольшая амбивалентность, но я все равно приму решение. Вот для многих есть вот такое нереалистичное ожидание. Ожидание того, что особенно в сложных решениях жизни есть однозначный верный ответ. И они вот ждут его. И только тогда, когда в их сознании, их разум будет чист, тогда они говорят, что ну все, я решение принимаю. Вот как с кофе и чаем. Вот я точно хочу кофе, и вот поэтому я его закажу. Правильно ли я понимаю сейчас, что если, допустим, человек тревожный, и он вот это плохо переносит, и неопределенность, и амбивалентность, то ему каждый раз, ну вот эти какие-то жизненно важные, серьезные проблемы, вопросы, выборы будет сложно принимать, и здесь может еще на него, плюс ко всему вот этому, еще влиять то, что когда-то с его точки зрения он принял какой-то неправильный выбор, и вот это вот шлейфом идет. Это ведь все утяжеляет, да, только в этот процесс в будущем. И тут без рефлексии, без работы с психологом, с психотерапевтом очень сложно. Для каких-то людей это прямо не является основанием, то, что пойти к психологу или к психотерапевту, особенно если диагностировано тревожное расстройство, ОКР или депрессивное расстройство, какое-нибудь посттурматическое стрессовое расстройство, то есть во всех этих случаях могут наблюдаться подобные трудности с принятием различных решений жизненно важных. И тогда может потребоваться не только даже психотерапия, но и какие-то медикаментозные влияния, потому что на фоне тревоги решение тоже принимать сложно. Может быть, там стоит попить препараты, которые приведут к успокоению, и решения будут приниматься более легко, скажем так. Но я все-таки верю в то, что это не для всех, что есть люди, которые вполне спокойно с этим справятся и сами. И как психотерапевт я, собственно говоря, и помогаю людям самим научиться справляться. То есть никто не приходит ко мне и говорит, вот у меня тут есть решение А и Б, вот скажите, какое решение принять. Я говорю, я не знаю, понятия не имею, какое решение. Но я знаю некоторые инструменты, рациональные инструменты, того, как можно подходить к принятию решений. Я могу вас научить, мы вместе попробуем, а дальше вы решение будете принимать и можете пользоваться этой медикой дальше. Вот такой вопрос. Когда человек дает решение своей проблемы, может быть, устав от решения, находясь в постоянной тревоге, может, еще по каким-то причинам, на откуп разным вариантом, например, общественному мнению, дает возможность решить за себя кому-то, маме, папе, мужу, любому человеку. Второй момент. Любимая наша монетка. У Стивена Пинкера в книге «Рациональность» не так давно у нас была переведена, выпущена, есть размышления на эту тему. И что мне лично было удивительным, он там приводит примеры, когда отказ от контроля является рациональным. Хотя в большинстве случаев, когда я сам принимаю решение, в большинстве случаев это более эффективно и полезно. Ну, например, если я веду машину, отпускать руль, то есть отказываться от принятия решения, куда моя машина поедет, это нерационально, это опасно, это вредно. Возможно, отказываться от контроля в некоторых жизненных ситуациях, типа принятия решения о работе или не работе, это тоже не очень полезно, потому что, ну, а кто лучше нас знает самих себя? И, может быть, там, подкинув монетку, мне придется идти по той стезе, которую в итоге я бы не хотел для себя. Поступить в университет и проучиться там 5-6 лет на профессию, которую я никогда не хотел бы осваивать. В таких случаях, может быть, это не очень рационально. Но наверняка есть и ситуации, когда это будет более рационально. Пойти в кино или в зоопарк, словно говоря. Да, через монетку, например. Когда приехал в другой город, ты знаешь, что у тебя ограниченное количество времени. И то интересно, и это интересно. И спрогнозировать, что будет интереснее, ты не знаешь, вполне можно кинуть монетку. Это будет быстрее, чем если ты будешь с листочками извешивать за и против одного и второго. Есть такие ситуации, когда отказ от контроля лучше. Прозвучало очень парадоксально, а теперь вот понятно, о чем речь. Мне как будто, знаете, даже внутри что-то отпустило. Вот в этот момент вы как будто мне что-то разрешили отпустить в своем собственном контроле. Да. Когда еще полезно? Вот летишь ты в самолете, когда ты уже сел в него, ну ты точно ничего не сделаешь. Вот в этот момент отказ от контроля рационален. Просто намеренно признать, что все, решение уже было принято до, все сомнения, они остались там. Сейчас продолжать пытаться что-то контролировать, пытаться принимать какие-то решения бессмысленно. Значит, сейчас я сознательно отказываюсь от контроля за ситуацией. Что имеется в виду за контроль над ситуацией? Я не смотрю в иллюминатор, не ищу задымления в двигателе. Не принюхиваюсь, да? Не принюхиваюсь, не прислушиваюсь к дребезжанию, не посматриваю на стюардесс, когда они там перешептываются. То есть не ищу этих опасностей. Вот что означает, что я не контролирую в данном случае ситуацию. Отказываюсь от контроля, полностью отдаваясь на течение событиям такими, какие они будут. Вместо этого я переключаю свое внимание на что-то еще там, не знаю, поспать, почитать фильм, посмотреть с кем-то, пообщаться. Тот же иллюминатор посмотреть, но потому что облачка, это интересно. Красивый закат, да? Да, закат какой-нибудь красивый, посмотреть. Вот, тоже мысль. То есть когда, на мой взгляд, отказ от решения будет более рационален, итоговое решение, да? Когда продолжение поиска аргументов будет более вредным, чем остановиться. Вот я стою в очереди и думаю, чай все-таки или кофе? И начинаю расписывать аргументы. Так, ну кофе я сегодня уже пил, если выпью, может быть, там, не очень приятное ощущение в теле будет, не знаю, сердцебиение полосится. Чай хорошо, но он же пакетированный, не такой вкусный. А кофе может быть вкусным. И вот начинаю рассуждать. И пока я рассуждаю, очередь моя подвинется, и в итоге я дойду до кассы, не имея решения. Да. То есть в данном случае продолжать искать аргументы в пользу того или иного решения, это не очень полезная стратегия. Может быть, более полезная в какой-то момент остановиться, признать, что и то, и другое примерно одинаково, и отказаться от итогового решения. Можно монетку подбросить, например, или другой принцип, заказать то, что закажет человек передо мной, например, или заказать то, что назовет мне продавец, когда у меня спросят, там, чай будет или кофе. Возьму первое попавшее. Неважно. То есть в любой случае я приму решение, дальше об этом не думать. Это я на примере чая или кофе. Но это могут быть какие-то более сложные решения. Например, поехать отдыхать в один город или в другой город в отпуск. Расписали аргумент. Подумали неделю. Что-то доводы есть и за то, и за другое. Ну, там разница, не знаю. 60 доводов за одно, 40 за другое. Если продолжать думать и искать лучшее решение, к чему может прийти? К тому, что билеты подорожают. Путевки закончатся. Конечно, это универсальный ответ. Не для всех ситуаций. Конечно, нужны нюансы. Но для многих случаев это может казаться довольно полезной стратегией. По крайней мере, тогда, когда сам процесс выбирания более мучителен, чем ошибка от этого выбора. Вот абсолютно с вами согласна. Прямо точку попали. Именно муки выбора. Это же, по-моему, литературное какое-то выражение. Муки выбора. Это муки творчества, муки выбора. Метафора с осликом. Если поставить осла между двумя стогами, он помрет голодным, потому что не сможет определиться. То есть два стога сена на равном расстоянии, и все, он помрет. Он в одну сторону, в другую, и не получится. Вот об этом идет речь. Причем такие случаи, они могут возникать не только принятие каких-то сложных решений, даже самых простых. Часть прокрастинации объясняется этим. Вот прямо сейчас мне приступить это делать или немного подождать. И вот это вот мучение. Вот люди, которые прокрастинируют, я тоже переживал это неоднократно, и, скорее всего, буду еще продолжать переживать в своей жизни. Самое большое мучение это вот это вот мука решения. Вот все-таки мне начать это делать или не начать это делать. Потому что там, с одной стороны, какой прогноз? Если я начну, я столкнусь со сложностями, это будет трудно, мне придется прилагать усилия, а еще у меня может не получиться. А с другой стороны, на меня давят сроки, я уже и так их профокапил, и так у меня ничего не получается. И если я продолжу в том же духе, то там меня ждут большие неприятности. И вот эти два решения практически равновесны. Это выбор из двух плохих вариантов. Фактически. Да. Но гораздо худшим решением будет не первое и не второе, а третье, когда я, как этот ослик в неопределенности, когда я лежу два часа, листаю ленту для того, чтобы отвлечься от этих размышлений. Да, от которых уже мозг устал, распух, и все, невозможно больше. И это будет худшее решение из этих трех. Многим кажется, что волевое усилие необходимо, чтобы что-то начать делать. Да. Но, может быть, это тоже иллюзия, в которую человек верит. Он создает ее препятствие. Он говорит, что вот воли у меня сейчас не хватает, значит, мне нужно что-то другое. Например, эмоция, интерес, энтузиазм или страх. И вот на волне этого я совершу какое-то действие. Но что означает, например, сесть, залить обзор? Это подвигать ручками и ножками, направить свой взгляд на какой-то текст, набирать в поисковике. То есть если разложить это на элементы, то каждый из этих элементов очень простой сам по себе. И для совершения каждого из этих элементов не требуется каких-то невероятно колоссальных усилий. И самое главное, после того, как любое решение будет принято, любое действие не сопровождается волевыми усилиями. Вот сейчас я шевелю рукой. Вот я намеренно это делаю. Требуется это от меня какой-то особой воли. Нет, не требуется. Воля, может быть, требуется только в том, чтобы снова и снова направлять внимание на это. И, наверное, это все, что относится к воле. Но это мое личное... Мне очень понравилось. Вы сейчас, между прочим, такой хороший лайфхак дали. Если вот, опять-таки, если перед тобой стоит какая-то серьезная задача, вы же, наверное, как специалист по КПТ уже разбили ее, разби ее на несколько частей, чтобы не применять относительно вот это вот мне надо написать курсовую, не испытывать вот этот перегруз эмоциональный и не призывать вот это чувство силы воли, которая у тебя может быть, либо есть, либо нет. Альберт Элис предлагал правило пяти минут. Заставь себя, как автомата, без энтузиазма, без всего, заняться чем-то пять минут. И во многих случаях через пять минут ты включаешься в процесс, вот эти все лишние мысли уходят, и ты начинаешь погружаться туда. Да, есть люди, для которых это тоже не сработает. Но почему бы не попробовать? Моя личная позиция в том, что у нас есть серьезная недооценка рациональности человека, серьезная недооценка возможностей и полезности рационального мышления. Очень много мы слышим в литературе от психологов, где-то еще советов наподобие «отключи голову», «думай сердцем», «эмоции подскажут». Позволь себе почувствовать. Да. Я не говорю о том, что эмоции не должны быть. Просто эмоции не самый лучший советчик для принятия взвешенных решений. Потому что источником эмоций часто могут быть надуманные страхи, нерациональные вещи, вещи, которые, скорее всего, не произойдут. Если бы я слушал свои эмоции и только их, я бы не летал на самолете никогда. Для того, чтобы летать на самолете, мне нужно не прислушаться к ним, дая, важно их замечать, важно их не гасить, важно не задавливать себе. Почему? Потому что это нерационально. Потому что так уж устроен наш мозг, что если эмоции подавляются, но от этого ему лучше не будет. Напряжение будет нарастать эмоциональное, и то, что делают верно, и это подтверждается многими исследованиями, то, что делают верно психологи, это предлагает людям лучше замечать свои чувства и замечать свои эмоции. Но из-за этого не следует автоматически, что после того, как ты их заметил, ты принимаешь решения на основании их. Потому что, как показано в многочисленных исследованиях, эмоциональные решения хуже по своему качеству, чем решения, принятые рационально. Да, это рациональное мышление, но более сложное. В некоторых случаях придется себя обучать тому, чтобы его применять. Если это студенты, очень советую не пропускать математику на первых курсах, потому что она правда может помочь лучше разбираться в каких-то вещах, например, в теории вероятности. Я к стыду своему сдал зачет, едва-едва дотянув до тройки. И сейчас мне приходится все эти знания восполнять. Но я понимаю, насколько они полезны могут быть в жизни. Опять-таки, произнесу скорее мое видение. Эмоция – это не приобретение человека. Эмоция – это то, что появилось эволюционно чуть раньше. И это классный, полезный инструмент. Но у нас есть инструмент еще более надежный, чем эмоция. Еще лучше подсказчик. Опять-таки, не во всех случаях. Определенно есть ситуации, где стоит опираться именно на эмоции при принятии решений. Чай или кофе. Не обязательно принимать рациональное решение. Можно опираться на... Чего больше хочу. Чего больше хочу, да. На желание. Проводилось исследование, в котором людей просили оценить, в каких сферах жизни вы, скорее бы, предпочли опираться на интуицию. И, например, это, там, ну, понятно, выбор пищи, там, предпочтение, какое постельное белье какого цвета, да, вот такие вот решения. Но и даже решение о выборе своего партнера. То есть люди оценивают, что эмоционально принятое решение более качественное и полезное для них, например, в сфере выбора партнера. Но с чем это связано? С тем, что люди во многом интуицию и эмоции приравнивают к себе. То есть это часть их идентичности. То есть они считают, что эмоции и интуиция это одно и то же? Ну, во-первых, да. А во-вторых, что это истинные они. Ну, вот это, знаете, прислушившись к себе и найди истинного я, истинное желание. И это требует отдельного философского размышления. Точно ли это так? Потому что рационально принятое решение, которые были приняты на основании волевых усилий. То есть я направлял свою волю на то, чтобы размышлять на эту тему. Я контролировал весь процесс. Да, он не такой... Он не обладает вау-эффектом. Он, может быть, не такой эмоциональный. Он не такой соблазнительно привлекательный. Но это тоже мое решение. Кто совершил выбор, нейтральный прогноз или тревожный прогноз? Я его совершил. Значит, это было мое решение. Кто принимает решение сесть на самолет вопреки своей тревоге? Я принимаю решение. Поэтому оно тоже вполне себе аутентично. И опять мы подходим к тому, что без усилий как таковых, ну вот так вот по щелчку ничего не получается. Нельзя. Если ты думаешь, что у тебя получится с одного прыжка забраться на верхушину джималунгны, то это не вариант. Ты останешься тем осликом, который умрет голодно, находясь между двумя стогами. Подводя итоги сегодняшнего разговора, а здесь очень много лайфхаков было для студентов, для меня, я очень много интересного для себя лично, просто вот взяла уже сейчас в пользование. Есть какой-то вывод общий, который вы могли бы дать для наших зрителей? Первое, что нужно резюмировать, что интуиция, это классно, полезно, без нее никуда. Мы такие автоматические решения принимаем большую часть времени, и это нас спасает. Благодаря этому мы можем обдумывать сознательно чем-то еще заниматься и не беспокоиться не о чем. Второе, важно понимать, что эмоции тоже очень классная, полезная штука, что они и окрашивают жизнь, и без них невозможно протекать когнитивным процессом. Эмоции, правда, делают нашу жизнь более осмысленной, приятной, интересной, направляют нас, и часто дают подсказки, неплохие подсказки. Другое дело то, что эти подсказки нужно дальше перепроверить аналитически. Но эмоции выполняют свои функции, и важно понимать, где их сфера компетенции заканчивается. А вот сознательное, рациональное мышление, оно тоже выполняет свои функции. Определенно не во всех случаях требуется. Но если выбирать между решением эмоционально-интуитивным и аналитическим, лучше стоит к правильной аналитике прислушаться. Понимая, что там сфера компетентности интуиции и эмоций, она закончилась. Интуиция и эмоция, это для быстрых решений. Это для привычных решений. Это не для новых решений. Это для ситуаций, когда не всегда понятно, когда ты не обладаешь всей полнотой информацией, тогда эти решения могут быть лучше. Собственно, Даниле Канеман, самая популярная его книга известная, это «Думай медленно, решай быстро». Он про это и говорит, что медленное решение для аналитических ситуаций, а быстрое решение, когда времени нет. И это самое главное. Это то, над чем можно работать, для того, чтобы не остаться тем осликом, который умер между двумя стогами сена, и понимая, что одним прыжком на джималу бы ты не попадешь в любом случае. В общем, хороших вам принятий решений в том, чтобы включать или выключать рациональность вовремя. Спасибо. Я не знаю, как вы, дорогие зрители, а я точно несколько замечательных лайфхаков у Александра взяла в свое личное пользование. Надеюсь, вам тоже все было очень интересно. Александр, вам спасибо огромное за эту встречу. Очень познавательную, очень интересную. Всем до встречи. Мы еще раз увидимся с вами под парашютом непременно. Субтитры создавал DimaTorzok